Друзья, привет! Сегодня мы снова с вами и подошло время подвести наши итоги по тем лотам, которые мы выставляли на аукционе. Как вы помните, мы брали самовар, потом бумажную денежку и фотографию писателя Льва Тластова. И все эти вещи мы сначала купили, потом выставили на аукцион. И вот вчера, во вторник вечером, они были проданы. Сейчас мы с вами посчитаем, сколько денег мы на этом заработали за ту неделю, которую мы занимались этими операциями. Давайте смотреть. Я специально подготовил бумажку. Можно сюда ее положить. Я показываю, что мы покупали. Первая наша покупка была самоваром. Потратили мы на него порядка 700 рублей. Получили... То есть 700 рублей минус. Получили... Мы продали его 3760. По ссылке вы можете посмотреть. Все видно в статистике. Следующий лот у нас был. Это бона, назовем ее денежкой. И стоила она нам обошлась всего лишь 70 рублей. А ушла она с аукциона за 735 рублей. И третий элемент был. Это фотография Льва Толстого. Значит, мы потратили на нее серьезные деньги. То есть за 1000 рублей мы ее купили. И с аукциона она ушла за 4256 рублей. Теперь давайте посчитаем. То есть за эту неделю мы потратили... То есть у нас был минус 1770 рублей. А приход был 8751 рублей. То есть я посчитал там немножко заранее, да. То есть это примерно 500 процентов. Можете пересчитать, да. Чуть больше, чем 500 процентов. То есть, значит, вот таким вот образом мы приобрели у населения вот этот вот товар, как бы, да, вроде бы никому не нужный. И продали его тому, кто это ценит. 500 процентов за неделю мы заработали. Ну, естественно, у нас будут небольшие расходы по оплате комиссии за сервис аукциона и по пересылке через почту. Но это, поверьте мне, там копейки. Это будет все вместе, там не больше 200-300 рублей. То есть 500 процентов за неделю. Если хотите наблюдать за нами дальше, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу и смотрите, как мы будем делать деньги на предметах старины, на антиклариате. Всем привет, спасибо, что с нами.